Музыка Как мы видим, за последнее время количество киберпреступлений увеличилось и только за первый квартал 2020 года резко возросло. При этом раскрываемость таких преступлений очень низка. Мошенники переходят уже на более новый уровень. Им не просто интересно украть какие-то деньги, им интересно завоевать технологии и управлять процессами. Поэтому государство в 2012 году первый раз выводит понятие «госсобки» — это защита от компьютерных атак. И в 2018 году придумывает 187-й федеральный закон, в котором обозначены объекты КАИ и обозначены 13 сфер, влияние на которые может принести к техногенным ошибкам, катастрофам или просто повлиять на всю страну в целом. Таким образом, закон уже действует три года, и мы много читаем в интернете, что делать надо, но мало кто говорит, как это делать надо. И у большинства предприятий, и у нас, там, оборонно-промышленный комплекс, всегда возникает масса вопросов, как же нам прокатегорировать и что нам для этого нужно сделать. Весь 187-й федеральный закон можно разделить на две основные линии. Это система обеспечения компьютерным атаком «госсобка» и блок «сам КАИ», который определяет, что такое объекты КАИ и как их категорировать. И я бы хотел сейчас остановиться именно на этом блоке, как проводить категорирование. Давайте все почему-то сразу начинают создавать комиссию и вешать на комиссию категорирование объектов, но для начала давайте определимся, являемся ли мы субъектом КАИ. Для этого эта работа не комиссия, это некая инициативная группа, возможно, юристы, генеральный директор и так далее. И они должны для себя понять, являются ли они субъектом КАИ. Закон устанавливает три критерия отнесения юридического лица к субъектам КАИ. Это функционирование в одной из устойчивых сфер, определенных 187-м федеральным законом. Законное владение информационными системами и обеспечение взаимодействия субъектов между собой. И если вопросов не возникает с определением, являемся юридическим лицом или нет, потому что попадает под действие данного закона, это государственные органы, государственные учреждения, любые российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, удовлетворяющие условиям А и условиям Б. Условие А – это компания должна работать в одной из сфер, определенных 187-м федеральным законом и должна законно владеть информационными системами. Причем право законности владения, оно может быть любое – аренда, оперативное управление, любая форма владения информационными системами. И условия Б – это когда организации напрямую не попадают под сферу деятельности, но обеспечивают взаимодействие с информационными системами, удовлетворяющими условиям А. Важно отметить, что критерием отнесения тех или иных организаций к субъектам КИИ принадлежность к какой-то неконкретной отрасли, а именно сфере деятельности. И вот этот момент очень многие люди упускают. Живой пример – это компания Яндекс. Мы все прекрасно понимаем, что она якобы относится к сфере связи, но у Яндекса еще есть такси и есть Яндекс.Еда. И если сам Яндекс будет субъектом КИИ в сфере связи, такси будет в сфере транспорта, а вот еда в данном случае не попадет, поэтому ни под какую сферу деятельности. Поэтому в одной организации может быть даже одно подразделение, которое попадает. Предположим, школа. Сама школа никогда не попадет под субъект КИИ, а медицинский кабинет, в который обязан быть в каждой школе, он, скорее всего, попадет. Так откуда нам узнать свои виды деятельности? Ну, конечно, это устав, это лицензируемые виды деятельности, и по кодам АКВЭД мы можем понять принадлежность к той или иной сфере. Но, как правило, в уставах прописывают пять основных видов деятельности, все остальное прописывается одной фразой и иной – деятельность, не противоречащая законодательству. И вот здесь надо внимательно очень подходить, разбирать каждый процесс, чем реально занимается организация и как она это все делает. Откуда мы можем понять, законно ли мы владеем информационными системами? Ну, для государственных учреждений это легко, потому что есть реестр государственных информационных систем, это сделан из-за бюджет государства. Также мы можем данную информацию в договорах посмотреть, которых на разработку той или иной информационной системы в локальных нормативных актах, и, наконец, в бухгалтерском учете в разделе «Основные средства» и «Нематериальные активы». Таким образом, алгоритм отнесения к субъектам КИИ очень простой. То есть организация функционирует в указанной сфере и либо обеспечивает взаимодействие с такими информационными системами. Методика категорирования – это некий процесс, который для начала мы определяем сам бизнес-процесс, который есть в организации, дальше мы выделяем их в объект КИИ, определяем критичные они или нет для нас, и, соответственно, после этого уже только проводим категорирование. И здесь я хотел бы остановиться только на определении именно бизнес-процессов, потому что данной методологии нету, ни стек ее не описывает, ни ФСБ, а делать ее надо. И где же нам взять эти все процессы? Это тоже труд кропотливый, который должны проделать люди. Они должны составить реестр своих процессов и после этого уже выделить их в объекты КИИ. Что важно учитывать? Важно учитывать, что чем больше процессов мы рассмотрим, и пусть они на данный момент будут важными или неважными, мы это потом определим, нам нужно верхнюю уровню оценку произвести. По принципу «да-нет», является процесс, не является критичным для нас, для каждой организации, хотя данной методики, конечно, также отсутствует, поэтому здесь будет выбор самого человека. Где же нам это все взять? Есть реестр бизнес-процессов, во многих организациях это в банках, как правило, либо на производствах, и оттуда мы можем понять, что взаимодействует, какие группы людей, подразделения между собой, и как они влияют на тот или иной процесс. В технологических кадрах, в диаграммах потоков данных и так далее. Но, к сожалению, не у всех описаны все свои бизнес-процессы, и что же делать нам дальше? Мы можем воспользоваться типовыми референсными моделями. Допустим, есть неплохая модель IPQC, которая описывает практически любой бизнес-процесс, но надо, конечно, отдать должность, что она американская, и не всегда ложится на наш бизнес. Неплохая модель 8-процессорная, ITCM, но также ее надо всегда адаптировать. Можем обратиться к отраслевым приложениям и стандартам качества, потому что достижение качества – это и есть описание всех процессов. Надо понимать, конечно, что все это легко говорить, но на самом деле это достаточно затратные методы, чтобы взять и переложить на референсные модели весь свой бизнес-процесс. И, как правило, организации не хотят на это тратить деньги, или у них просто нет на это времени. Тогда, когда у нас ничего нет, надо брать тогда свои всеучредительные документы и разбирать цели, задачи, которые выполняет то или иное юридическое лицо, и структуру, и тогда мы поймем все свои бизнес-процессы. Здесь упрощенный алгоритм, я его привел просто, чтобы понимать, какую информацию, с каких документов мы можем взять для составления объектов КИ. Надо учитывать, что любой бизнес-процесс может быть автоматизирован, а может дублироваться неавтоматизированными вещами. Допустим, мы все прекрасно понимаем, у всех есть банк-клиент, и, казалось бы, платеж не прошел, сорвался договор, контракт какой-то выгодный или еще что-то. Но даже если она остановится, мы всегда можем девочку послать с поручения в банк, и все равно оплата пройдет. И в данном случае данный процесс как раз будет не совсем критичным. Важно отмечать, что бизнес-процесс считается критичным. Если в ходе высокоуровневой оценки, да, нет, возможно, мы оценили последствия определенных 127-м постановления. Итак, мы разобрали, что мы являемся субъектом КИ в априоре, дальше определили, что у нас есть на законном основании все информационные системы, которые они обрабатывали, разобрали все свои процессы, и, скорее всего, мы придем к данной схеме, что, да, есть информационные системы, которые не будут субъектом КИ, а, возможно, есть информационные системы, которые будут являться субъектом КИ, но они также будут делиться на значимые и незначимые. Далее, все это бы загрузить в таблицу и ввести данный учет на постоянной основе. Причем, чем мне нравится 187-й федеральный закон, даже если мы пришли к тому мнению, что мы не являемся субъектом КИ, описав все свои бизнес-процессы, выстроив их и структурировав для себя, мы увеличим, улучшим качество работы самой организации, то есть он двойной закон, не совсем на безопасность даже идет. И вот как пример в конце хотел привести. Вот есть, это официальные компании, там каретный дом Моренго, Мосводоканал и Ижевский завод. Какая из этих организаций будет являться субъектом КИ? Ну, Моренго понятно, да, карета вводит людей и она будет являться. Мосводоканал также будет являться, только в какой сфере, у всех сразу возникает вопрос. И как ни странно, она будет в транспортной сфере Мосводоканала, потому что трубопровод, которым мы в магистрали, они называются транспортом. А вот оружейный завод механически не будет попадать под действие КИ, потому что он занимается инкрустацией гладкоствольного оружия, а гладкоствольное оружие у нас не попадает ни под оборону промышленный комплекс, ни под какой. На этом я хотел бы завершить свой доклад. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЕЙ